Небольшое происшествие, случившееся накануне в Екатеринбурге, навело журналистов ТАУ на мысль, казалось, лежащую на поверхности, как увековечить память о талантливом земляке, кинорежиссёре Алексея Балабана. Но сначала о происшествии. Накануне вечером, почти в центре Екатеринбурга, за дворцом молодёжи, прямо на ходу вспыхнула грузовая газета. Пламя вырвалось из-под капота, водитель грузовика быстро остановил машину, попытался воспользоваться огнетушителем, но, видя нулевой результат, решил звонить в пожарную охрану. Ну, считай, быстро они приехали, так-то. Ну, так-то, да. Пожарные силами двух подразделений меньше, чем за минуту сбили огонь и потратили ещё пару минут на так называемую проливку, чтобы предотвратить повторное возгорание. Газель в пожаре пострадала довольно серьёзно, но не критично. Не только кузов её остался цел, но даже некоторые детали кабины, колёса. А двигатель, если не удастся восстановить, то, по крайней мере, он послужит донором для других автомобилей. В общем, всё обошлось, что называется, малой кровью. Но вот что любопытно. Возгорание «Газели» произошло в Пестеревском переулке. Небольшой, ранее тупиковой улочке, ныне свободной для сквозного проезда от улицы Шейкмана, Московской до Верхесецкого бульвара. Поиск по историческим документам позволил узнать, что этот переулок был назван в честь екатеринбургского дворянина Дмитрия Фёдоровича Пестерева. По одним данным Статского, по другим – титулярного советника. Чем прославился Дмитрий Фёдорович, узнать не удалось. Но впервые название переулка в его честь появилось на карте города в 1880 году. Получается, за 70 с лишним лет советской власти в городе сохранилась улица, носящая имя ничем не знаменитого городского чиновника. А может быть, даже и не его самого, а проживавших в этом переулке его наследников. А между тем, власти Екатеринбурга и Свердловской области кусают локти, что не смогли достойно отметить 65-летие нашего прославленного земляка – кинорежиссера Алексея Октябрьевича Балабанова, автора таких кинохитов, как «Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и еще целого ряда серьезных картин. Так вот, детство Балабанова прошло всего в одном квартале от Пестревского переулка в доме номер один по улице Челюскинцев. А вторая средняя школа, ныне гимназия, в которой Балабанов оттрубил от звонка до звонка 10 лет, стоит прямо в Пестревском переулке. Так почему бы эту улицу не назвать в честь Балабанова? Возможно, мы не правы. Возможно, стоит сохранить память о дворянине Дмитрия Федоровича Пестрева. Ну хорошо, давайте сохранять. Но для начала неплохо было бы сообщить о нем хоть какую-то информацию, по какому ведомству он служил в дореволюционном Екатеринбурге, какой все-таки чин имел статского или титулярного советника, какими созидательными делами запомнился. Поскольку на сегодняшний день Пестревский хоть и привычный, но абсолютно пустой звук для екатеринбургцев, в отличие от того же Алексея Балабанова.